В Государственную Думу внесен законопроект о проведении пенсионной реформы. Федеральное правительство предлагает повысить возраст и выход на заслуженный отдых для мужчин до 65 лет к 2028 году, для женщин до 63 лет к 2034 году. Повышение планируется проводить поэтапно, начиная со следующего года. Однако единого мнения о проведении реформы в обществе нет. Для обсуждения ее плюсов и минусов губернатор поручил создать специальную рабочую группу. В среду она собралась на свое первое заседание. Нам нужно провести будет детальную оценку влияния предлагаемых мер на экономику, рисков, последствий реализации законопроекта для рынка труда. Нам нужно принимать систему защиты и от безработицы одновременно, систему защиты людей предпенсионного и пенсионного возраста. В состав рабочей группы вошли общественники, представители исполнительной власти, депутаты Законодательного собрания и Государственной Думы, представляющие Ульяновскую область. Единственные, кто отказался принять участие, представители Коммунистической партии Российской Федерации. Законопроект не поддерживает депутат от фракции ЛДПР, но там предлагают свою альтернативу. В законодательном собрании государственного Думы нужно создавать против этого закона. Мы просим вас, если есть такая возможность, не принимайте его на место вложениях. Пенсионеры, которые ушли на пенсию, их это не касается, а которые не уйдут на пенсию, они недовольны. Активно выступают против пенсионной реформы представители профсоюзов. Ими уже собрано на территории Ульяновской области 29 тысяч подписей против повышения возраста выхода на заслуженный отдых. Низкий уровень пенсий – основная причина несогласия профсоюзов. Но эту проблему можно решить. На самом деле есть часть отчисления пенсионных флот, это 6% государственного страхования, оно должно вернуться как бы на повышение пенсии. Но Александр Владимирович Чернушов вчера доложил, Сергей Иванович, что уже есть такой рабочий законопроект, который предполагает уменьшение отчисления пенсионных отчислений на 6%. И эти средства вернулись в консолидированный бюджет, могут быть направлены на повышение пенсии. Таким образом, рабочая группа не только критикует, но и предлагает свои варианты увеличения продолжительности жизни земляков и улучшения жизни людей пенсионного и предпенсионного возраста. Одним из таких предложений стала разработка и введение государственного минимального социального стандарта. Он будет определять политику региона в отношении социальной сферы. Из-за его нарушения должностные лица понесут ответственность. Мы предлагаем, Сергей Иванович, что в течение июля месяца, мы перед собой ставим срок до 20 июля, мы окончательно согласуем и утвердим основные параметры этого документа, который будет, сразу хочу оговориться, затрагивать интерес не только жителей старшего поколения, но и целых всех жителей региона, которые проживают на территории Ульяновской области. Свои предложения внесли и общественники. Председатель общественной палаты Александр Чепухин отметил, что в последнее время становится все больше людей старшего возраста, которые перебираются жить в сельскую местность. Их по чину нужно оказывать всяческую поддержку. Конечно, нужна программа их поддержки и занятости населения. Из чего может состоять такая программа? Это переобучение, получение специальных знаний и навыков для тех, кто желает переехать на постоянное место жительства в сельскую местность. Это гранты и субсидии на развитие личного пособного процесса. У нас есть прекрасный пример, это гранты на развитие гражданских и гражданских хозяйств. В заключении заседания губернатор отметил, что дискуссия в обществе продолжится, и участвовать в ней будут не только исполнительные и законодательные власти. Прислушиваться будут и к мнению людей. Егор Титов, новости дня, Ульяновская правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова